Более подробный репортаж о том, как прошел День знаний в Славянском районе, мы расскажем в следующем выпуске новостей, а пока к другим темам. По доброй традиции в преддверии нового учебного года проводится августовская педагогическая конференция. Она является отличным местом для обмена мнениями, позволяет подвести итоги проделанной работы и обсудить планы на будущее. Современное, качественное и доступное для каждого образование – это прекрасный ресурс для развития Славянского района, Кубани и всей нашей страны. И педагоги намерены, сохраняя свои позиции, повысить уровень образования. Августовская конференция началась с посещения почетными гостями выставки, развернутой в фойе 12-й школы. Там были представлены достижения славянских учащихся, в том числе и по линии дополнительного образования. Ребята очень увлеченно демонстрировали то, чему они уже научились. Им, конечно, помогали педагоги. Большой интерес вызвали у всех приглашенных экспозиции школьных музеев, широко используемые в патриотическом воспитании школьников. Руководители образовательных учреждений Славянского района и педагоги собрались вместе, чтобы обсудить тему формирования единого образовательного пространства в условиях системных обновлений. Контрольные точки – ключевые векторы развития. Перед российскими педагогами поставлена амбициозная задача – войти в десятку стран по качеству школьного образования. А решать эту задачу нужно всем, начиная с уровня школы. Глава Славянского района Роман Синеговский обратился к участникам конференции с приветственным словом. Он подчеркнул важнейшее значение отрасли, где в образовательных учреждениях работают квалифицированные и творческие сотрудники, которые воспитывают одаренных учащихся. Благодаря активному участию в краевых программах постоянно улучшается материально-техническая база. Только в нынешнем году на капитальный ремонт учреждений образования муниципалитета было выделено 295 миллионов рублей. Впереди серьезные задачи, и они по плечу педагогам. Есть большие планы, грандиозные планы. Мы хотим построить школу в станице Петровской на 525 мест. Сегодня думаем о строительстве школы в городе Славянске на Кубани, чтобы разрузить наши школы. 16-я школа сильно перегружена. Ну и ряд задач, которые нам нужно же будет, конечно, выполнить. Приятно, что там, где мы говорим об образовании, об воспитании наших ребят, всегда говорим и о спорте. Потому что мы сегодня понимаем, что только сильный, наверное, спортивный ребенок, у которого есть энергия, есть желание, есть мотивация, но, наверное, способен выполнять те задачи, которые перед ним и стоят. Поэтому все эти вопросы, патриотики, спортивного воспитания, образования, конечно же, я надеюсь, мы сегодня в докладе в основном Елену Алексеевну услышим. С обстоятельным докладом выступила начальник управления образования Славянского района Елена Щурова. Она сказала, что образование справилось со всеми известными трудностями в прошедшем году и показало уверенное развитие. Успехов по всем направлениям было много, и о них было рассказано в показанном участникам видеофильме, так что основной упор в докладе был сделан на ближайшие задачи. Формирование гражданственной позиции и ценностного подхода школьников к обучению должны быть во главе угла. Основной приоритет на сегодняшний день – это воспитание. Его первостепенность сейчас является очень актуальной. В нынешних условиях – это задача традиционных, защита традиционных российских документарственных ценностей культуры и исторической памяти. С 1 сентября этого года мы с вами в рамках формирования единого образовательного пространства начнем разговоры о важном. Все учащиеся с 1 по 11 класс вступят в этот проект. Уважаемые коллеги, нам сейчас уже необходимо, чтобы каждый педагог 5 сентября, когда будет первый урок, знал, какую тему он будет преподавать. Знал четкое понимание, какая воспитательная роль ложится на его плечи. Обращаться нужно в этом разговоре к близким примерам для детей. И нужно брать заграничные элементы. У нас своих местных культурных предостаточно. Одним из приоритетов в этом году является внедрение с 1 сентября применение государственных символов России, изучение истории символов Российской Федерации. Воспитание гражданственности и патриотизма должно носить системный характер. Историческое просвещение учащихся будет начинаться с 1 класса. Историческая компонента в начальной школе будет усилена в рамках предмета «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Кубановидение». В основной и средней в школе в рамках предметов «История», «Общество знания», «Кубановидение». В 10-11 классах вводится курс «Россия. Моя история». Наш район в этом году шагнул чуть дальше. Мы на уровне района разработали свою рабочую программу по истории «Малой Родины», реализация которой начнется уже с 1 сентября этого года. Программа также рассчитана на единое образовательное пространство. В рамках программы, по-моему, привычных методов и форм работы, будут проведены туристические походы, экскурсии, организована работа по сбору исторического материала и презентация работ в форме проектной деятельности. 12-я школа, где проходила конференция, это результат большого труда строителей и всех заинтересованных служб. И построена она для того, чтобы в ней обучались и работали с удовольствием. И коллектив школы, быстро преодолев период становления, сумел выйти в число лучших учреждений образования. Об этом говорилось в выступлении директора школы. В 2021 году у нас уже появились первые победы. Это Берген Татьяна Вадимовна, победитель муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют». Орловский Владимир Юрьевич, лауреат в номинации «Учитель Куба на видение». В 2022 году Тиняк Ольга Александровна стала победителем в номинации «Учитель Куба на видение». Карасикова Елена Владимировна, призер профессионального конкурса «Педагог-психолог». Педагоги активно принимают участие в различных творческих конкурсах педагогического мастерства. Например, это знаменитый наш всероссийский конкурс «Мой лучший урок», где второе место в России заняла наш учитель Завада Евгения Николаевна. Учителя активно работают с талантливыми учащимися. В 2021-2022 году мы второй раз, то есть наши ученики 11 классов, сдавали единый государственный экзамен. По результатам экзамена мы имеем двух стабальников по литературе. Результаты среднего балла ЕГЭ в 2022 году выше краевого и районного показателя по 8 предметам ЕГЭ. 41 выпускник из 56 вошли в районный рейтинг высокобальных результатов. На педагогической конференции состоялся открытый профессиональный разговор, в ходе которого собравшиеся искали пути дальнейшего улучшения работы и механизмы решения проблемных вопросов. Для роста уровня образования нужно и педагогам повышать свой уровень квалификации. И первое, что необходимо в таком случае сделать, это, как сегодня уже говорилось, провести диагностику профессиональных дефицитов. Такую возможность предоставляет цифровая экосистема Академии Просвещения. Обратите внимание, после регистрации на платформе создается личный кабинет учителя. Каждый педагог в удобное время может выбрать и пройти профессиональную диагностику, увидеть свои дефициты, изучить реестр программ, подобрать действительно необходимую, отвечающую индивидуальным потребностям и записаться на курс. А на следующем слайде представлен выбор курсов. Среди педагогов Славянского района уже более ста прошли флагманские курсы школы современного учителя. Приятным моментом в прошедшей конференции стало награждение славянских педагогов, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности, благодарственными письмами главы района, почетными грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Собравшиеся горячо аплодировали своим коллегам. Августовская педагогическая конференция стала точкой отсчета новых дел в образовании, новых надежд и свершений. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». КОНЕЦ «СЧто-то» КОНЕЦ «ТВ» КОНЕЦ «ТВ» КОНЕЦ «ТВ» КОНЕЦ «ТВ»